Вот это шпильки. Сейчас мы будем вешать радиатор. Вот он кстати. Будет висеть вот здесь. А нам нужно чтобы повесить радиатор сначала повесить вот эту доску, фанерку. Фанерку я буду вешать на ТЦ профиль. Это можно сказать наша лаборатория которую мы делаем постепенно. В общем что я сейчас сделаю. Здесь у меня есть вот такие подвижные штуки. Я подгоню их. Их 4 штуки. Одна здесь другая там. Шпильку нарежу нужные мне длинные и закреплю эту фанерку. После чего буду сюда вешать радиатор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привычное дело. Пришел значит ставить радиатор. Подключил все собрал. Терморегуляторчик установил. На всякий случай все еще раз протянул и пошел в подвальчике на чердак запускать водичку. Запускаю. Прихожу. А из-под гайки течет. Я смотрю на это дело и думаю что же делать. Может быть потянуть еще сильнее. А если гайка лопнет сколько уже можно тянуть. Может быть взять фум ленточку подмотать под гайку. Я вот реально раньше так и поступал. Фум ленточку подматываешь, затягиваешь и все это дело не капает. И потом в какой-то момент я задумался. А ведь не может же быть такого, чтобы такая известная компания делая столько лет клапана клапаны. И чтобы это вот так вот у меня в моей работе периодически подтекало. Значит наверное я тугой и делаю что не так. Мне вспомнилась одна фраза из личной беседы с одним человеком. Она звучала примерно так. Нам кажется что наш то случай уникальный и стоит нам только раскрыть рот как тут же слышишь, а у меня так же. К чему это я? Я обратился в компанию Danfoss чтобы помочь разобраться в этом вопросе. Что я делаю не так? Почему клапан капает? И в ходе разговора выяснилось, что к ним тоже обращаются мастера с таким же вопросом, которые в первый раз сталкиваются с клапанами, где на американке нет уплотнительного колечка, где соединение латунь с латунью. В этом видео я расскажу как сделать так, чтобы на стыке клапана Danfoss было сухо. Для тех, у кого нет времени смотреть, вы просто гаечку посильнее затяните и спите спокойно. А для тех, кто хочет разобраться, давайте расскажу. Напомню, что у нас вы можете заказать сантехнические работы в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях. Если же вы собираетесь систему строить самостоятельно или вы еще ищите мастера, то вы к нам можете обратиться за платной консультацией. Ссылка находится в описании. Так как консультация происходит онлайн, она доступна с любой точки мира. То есть где бы вы ни находились, вы всегда сможете с нашими мастерами проконсультироваться и понять, что вам необходимо в системе, а без чего просто не обойтись. Ну и чтобы скомпоновать ее правильно, выбрать правильный материал. Ну и в дополнение к этому мы предлагаем готовые коллекторные узлы, которые вы можете установить в своих системах. В данном случае это узел водоснабжения для квартиры. Более подробно о коллекторных системах, которые мы предлагаем, в видео по ссылочке в описании. Еще когда я работал в ЖЭКе, меня научили, что на полотенцесушители лучше ставить американки конусные, на которых нет уплотнительного колечка. Ого. Вот это я скрутил. Один удар. Так вот, если использовались обычные американки с уплотнительным колечком, то в этом... Почему называют американки? Быстроразъемные соединения. Если использовались быстроразъемные соединения с уплотнительными колечками, то если было немножко не соосно, то соединение всегда текло. Всегда. Стянуть это было практически невозможно. Прокладку выдавливало в сторону. Прокладка могла порваться. Потому что как сделать? Сушилка она уже сделана. Ты не можешь переделать. Стояк уже сделан. Как его приварили, так он и есть. Бывает так, что они немножко не соосно трубы. И американку, которую с прокладкой, бывало не затянуть. А когда ставишь конус на американку, с этим проблем не было. Да, она толсто выглядит. Она потому и толстая. Потому что здесь металл с металлом. Вот я просто руками закрутил. Она прям прилипает. Конус, конус. Закрутил и забыл про это. И затянул и ничего течь не будет. Так вот. В определенный момент, когда этот момент наступил? Наверное, еще с момента создания завода Danfoss. Компания Danfoss решила, что срок службы уплотнительных колечек, неважно это EPDM, либо фторопластовый, он гораздо ниже, если будет соединение просто латунь с латунью. Особенно, если нам необходимо будет соединение после разобрать. Например, мы установили радиатор. Нам нужно его снять для промывки, либо для того, чтобы покрасить стенку, сделать ремонт. Что угодно. Нам понадобилось снять радиатор. В этом случае, нам придется заменить уплотнительное колечко. А его найти будет не всегда просто. Может оказаться так, что его в принципе в продаже нет. Либо есть под заказ. Это нужно ждать. А металл с металлом, то есть латунь с латунью, там ничего и не нужно. Ну и соответственно, срок службы у EPDM меньше, чем у латуни. Это, наверное, логично. Такую гайку нужно просто сильнее закрутить. Потому что там нету прокладки и нужно как бы сдавить. Получается латунь с латунью. Не стоит бояться за то, что гайка сломается. Дело в том, что клапаны Danfoss вместе с гайками делаются методом горячей штамповки, а не литьем. Из-за этого изделие получается гораздо прочнее при одинаковой толщине. Для справки. Терморегуляторы Danfoss имеют соответствие с ГОСТом, в котором приведены значение момента корпуса на изгибающие нагрузки. Так вот, со слов производителя, для клапана 15 миллиметров 1,2 дюйма эта величина составляет 120 ньютонов при рекомендуемых 60. На внутренних тестах компании Danfoss клапан выдержал момент накручения 200 ньютонов. При этом после этого хвостовик открутился, не было никаких трещин и с резьбой было всё в порядке. Как бы 60 и 200. Если мы 60 должны закрутить, а при 200 оно не разваливается, значит можно не бояться. Когда в компании Danfoss столкнулись с проблемой, что некоторые мастера обращаются с тем же вопросом, что они не могут добиться герметичности при соединении этой гайки, они провели свои внутренние тесты. Так вот, на внутренних тестах они делали всё возможное, чтобы сымитировать ситуацию настройки. Например, попала грязь какая-то, ещё чего-то. При нормальном моменте даже грязь, которая попадала на стык между этим конусом, наверное, дробилась и всё. То есть герметичность была соблюдена. Для того, чтобы быстроразъёмное соединение, вот здесь, где конус, конус не подтекало, в клапане Danfoss нужно соблюсти всего два условия. Первое. Соединение должно быть соосным. Допускается отклонение всего в 3 градуса. При таком отклонении прокладку из соединения не выдавят. Потому что её там просто нет. А вот накидную гайку необходимо затянуть с определённым моментом. Это 60 ньютонов для пятнадцатого клапана. Конечно же я понимаю, что у каждого из нас с собой имеется динамометрический ключ и мы с лёгкостью можем взять и закрутить гайку с любым моментом. Но если это не так, если у вас нет такого ключика, то я постараюсь это показать как-то на пальцах. Ну а прежде я расскажу, как этот клапан правильно смонтировать. Коротко максимально. Ну чтобы вы понимали какие тут бывают различия. Я покажу, чем отличается между собой клапан для двухтрубной системы и для однотрубной системы. Также выясним, а можно ли этим пластиковым колпачком закрыть воду или нам для этого придётся установить дополнительный шаровый кран. Если для своей квартиры или для дома для радиаторов вы выбрали терморегуляторы Danfoss, то в комплекте у них есть вот такие вот пластиковые колпачки. Эти пластиковые колпачки нужны с одной лишь целью. Для того, чтобы во время транспортировки не повредить вот этот вот тонкий шток. Они защищают этот шток. Конечно, его конструкция такова, что в принципе наверное можно и перекрыть. Закрутить этот колпачок поглубже и если у нас в частном доме, например, давление небольшое 1.5 бара, то это выдержит. Это то, что я говорил, что вот этим колпачком можно перекрыть воду, если у нас давление маленькое. Как здесь сейчас просто вес воды и всё. Вот вода остатка стекает. Но это не рекомендация Danfoss, а это прокатывает в целом. Это работает. Но вот если вы в многоквартирном доме поставили такой радиатор и вы решите пластиковым колпачком закрыть, пожалуйста, не делайте этого. Колпачок может сорвать давлением. Вы зальете всю свою квартиру ещё и соседей снизу, если они там есть, если там не подвал. Устанавливать винтовой хомутик тоже вариант, но если он соскочит, приятного будет мало. Поэтому самым правильным решением для клапанов в Danfoss есть специальная запорная рукоятка. Как её устанавливать и как она работает, я показывал в своём видео. Ссылочку на него я оставил в описании. Вам необходимо просто снять термоголовку и поставить вот такую штучку. Разница между клапанами для однотрубной и двухтрубной системы заключается в том, что тот, который предназначен для однотрубной системы отопления, имеет большую пропускную способность. Смотрите, вот угловой клапан Danfoss в разрезе. А вот так выглядит прямой клапан. На оба вы можете установить одну и ту же термоголовку. Которая будет нажимать на шток, тем самым регулировать поток теплоносителя так, чтобы поддерживать заданную вами температуру. Всё, в этом клапане больше ничего нет. Если вы покупаете в магазине, то для двухтрубной системы это будет с красным пластиковым колпачком, для однотрубной будет с серым кластиковым полпачком. И их практически невозможно отличить, если не снять колпачок. Но когда вы покупаете, у вас с красным колпачком будут для двухтрубной системы отопления, с серым колпачком для однотрубной системы отопления. Давайте я сниму кнопочки. 1 и 2. Это у нас для однотрубной системы отопления. Вот это для двухтрубной. Видите, здесь вот есть. И вот так вот по чуть-чуть я могу балансировать. Все очень просто. Вот шток, который нажимается клапаном термоголовкой. Внизу, естественно, только шток. Больше тут это не регулируется. Ничего никуда не двигается. Первое отличие заключается в том, что для двухтрубных клапанов отверстие пропускное меньше, чем для однотрубной системы. Спросите, а о чем прикол с этими размерами? Все очень просто. Для однотрубной системы отопления нужно, чтобы чуть больше теплоносителя заходило в радиатор. Потому что часть теплоносителя проходит через байпас. В двухтрубной системе отопления такого нет. Там весь теплоноситель заходит в радиатор. Ну как весь? Что-то по трубам продолжает идти, а что-то заходит сразу в радиатор. Так вот, чтобы вода не циркулировала по малому кругу, чтобы не заходил весь теплоноситель в ближайший радиатор не возвращался к системе отопления, то есть к котлу обратно не возвращался, поток нужно ограничивать. Поэтому там отверстие сделали еще меньше. И к тому, что оно там уже маленькое, еще и добавили ручку балансировки. Вот ручка балансировки это второе отличие между клапанами для однотрубной и двухтрубной системы отопления. Преднастройкой регулируется количество поступающего теплоносителя в радиатор. Только регулировка здесь не ступенчатая, а плавненькая. Вот смотрите. Я прокручиваю ручку преднастройки и проход постепенно становится уже. С одной стороны, так можно более точно настроить расход. С другой стороны, если сюда попадет немножечко шлама, отверстие не забьется. Нет, ну оно конечно забьется, там что-то застрянет, но для того, чтобы прочистить достаточно будет эту преднастройку и еще оборот сделать, прокрутить, чтобы дырочка полностью открылась отверстие. И поставить обратно, где оно было. Все. Клапан чистый. В случае, если бы в этом клапане были просто калибровочные отверстия, то есть мы ручку поворачиваем, там отверстие одного размера, на второе отделение другого размера, то попадая сюда грязь уже без разбора клапана прочистить не представляется возможным. Ну как разбор. Его в любом случае нужно снять. Не обязательно его весь разбирать. Просто снять его с системы придется. А здесь ручку прокрутил и обратно поставил на то значение, где было. И все. И дальше эксплуатируем. Если там карандаш прилетел, то ты уже ничего не сделаешь, но это не считается. Да, еще. От своих старших коллег я неоднократно слышал, что клапаны Danfoss радиаторов необходимо демонтировать еще до того, когда они будут смонтированы в систему. Потому что они обязательно забьются и система работать не будет. Так вот, скажу вам так, что все клапаны Danfoss, которые я смонтировал на системах отопления, центрального отопления, за те 12 лет, которые я работаю, ни одного прецедента я не встречал. Даже с теми клапанами, которые были смонтированы до меня. Кстати, вот один из них. Совершенно случайно он оказался у меня здесь, где я снимаю и я решил его показать. Этот клапан абсолютно чистый. Он стоял на центральной системе отопления. Внутри. Там нет никакой... Понятное дело, что накид какая-то есть, но грязи там нет. Так, чтобы он забился, такого нет. И шток прекрасно ходит. Дужбометром нажимаю очень легко. О, микрофон. Работает. В арсенале компании Danfoss есть интересный пример. В 60-х годах в районе Зарядье в Москве был построен большой гостиничный комплекс. И в 70-х годах он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший в мире. Так вот, для того, чтобы снабдить теплом каждое помещение этого комплекса, местные инженеры, советские тогда ещё инженеры, прибегли к помощи датских инженеров. И из здания привезли клапаны Danfoss, которые стояли в этой гостинице вплоть до сноса этого здания в 2006 году. То есть с 60-х годов до 2006 года эти клапаны исправно работали. Вот вы сейчас видите один из этих клапанов. Я подснял. Его мне дали, показали. Клапан вот как моя вот эта вот выглядит. Ну посмотрел этот клапан. Ну вот так же выглядит. Ничего с ним не произошло. Ну шевелится шток. Ну работает. Ну видимо это ещё одно в копилку баек. Danfoss обязательно забьётся. Латунный кран нужно стать обязательно цельной стороной, частью к стояку. Что PH это зло для алюминий. Вот уже три каких-то мифа, которые непонятно на чём основаны. Дизлайки тут. Помните, да? Не забудьте пожалуйста. Вот тут они. В общем для однотрубной системы отопления лучше поставить клапан для однотрубной системы отопления вместо шарового крана. Потому что шаровый кран загоняет весь поток в радиатор и вам будет слишком жарко. Придётся открывать форточки. Открывать форточки это сквозняк. Правда воздух свежее, но всё равно сквозняк и можно простыть. Засудиться можно. А регулировать это шаровым краном нельзя. Получается его можно либо закрыть, либо открыть. И будете постоянно вот так вот открыть, закрыть. Жарко закрыл, холодно открыл. Это ж неудобно. В моей практике, когда я работал в ЖЭКе была тоже интересная история. Я пришёл в одну из квартир, где мне попросили заменить все 5 радиаторов. Я говорю, давайте мы поставим радиаторы. Мы поставили алюминиевые радиаторы тогда. Центральная система отопления, алюминиевые радиаторы. Ого-го! Но они до сих пор работают. А почему? Смотрите видеоролик о выборе. В чём разница алюминиевый и биметаллический. Я говорю, давайте мы поставим вам радиаторы вместе с регулировочной арматурой. Чтобы у вас были терморегуляторы на подаче. Они говорят, да не, нам не надо. Мы столько лет мёрзли. Нам будет хорошо. Нам лишь бы тепло было. Ну, окей. Мы поставили, это дело собрали. Спустя год они мне позвонили и говорят, что всё-таки у них в квартире очень жарко и хорошо бы поставить что-то, чтобы чем-то можно было подрегулировать. Ну, а что делать? Пришлось прийти туда, снять эти шаровые краны с подачи и установить туда клапаны с терморегуляторами. Кроме регулировочных клапанов компания Danfoss предлагает ещё и запорный кран для обратки. Обратите внимание, что это не балансировочный клапан, а это запорный кран с функцией слива теплоносителя с радиатора. Я его разобрал для того, чтобы показать, как это работает. Вот запорная часть, которая вкручивается в корпус клапана. Обратите внимание, резьба на клапане, то есть на штоке клапана имеет треугольную форму. Но углы у треугольника скруглены и на нём нарезана резьба, то есть на этих углах. Резьбовая часть имеет такую форму, благодаря которой теплоноситель может смело проходить вверх для слива. А сверху надевается и закручивается запорный элемент и затягивается. Так вот, чтобы слить радиатор, вы перекрываете поток теплоносителя шестигранником, а после закручиваете сверху спускной кран. Он продаётся также отдельно, как и запорная рукоятка. Это не говорит о том, что если у вас 10 радиаторов, вам необходимо 10 запорных рукояток и 10 сливных кранов. Вам достаточно 1 рукоятки и 1 крана, чтобы каждый радиатор по очереди обслужить. Спускной кран имеет специальную головку внутри. Вот она. Которая встанет на шестигранную часть запорной части клапана. Закрутил на резьбу спускной клапан до упора, где обычно закручен защитный колпачок и после откручиваю шестигранником имеющийся болт, который откручивает запорную часть клапана. Его даже можно выкрутить и всё, что сольётся, это содержимое радиатора, так как сам запорный механизм остался внутри клапана и он перекрывает поток от системы. Для удобства слива теплоносителя вот этот вот запорный кран лучше установить горизонтально. Вот этой крышечкой параллельно полу. То есть крышечка, чтобы была не сверху радиатора, а сбоку. Мы говорим про нижнюю часть на обратке. Для того, чтобы мы когда кран сливной закручиваем, чтобы он смотрел вниз и чтобы теплоноситель мог слиться весь. Потому что он будет вверх стоять. Он конечно с радиатора сольётся, но как бы вода в соединённых сосудах находится на уровне. Когда вы монтируете регуляторы, то все регуляторы должны быть смонтированы таким образом, чтобы термоголовка смотрела в комнату, была горизонтально полу. Если по каким-то причинам вы не можете себе этого позволить и вы хотите, чтобы термоголовка смотрела вверх, в этом случае вам необходимо использовать термоголовку с выносным датчиком. По-другому никак. Все термоголовки и клапаны между собой совместимы в рамках компании Danfoss. Монтируется клапан очень просто. Берёте часть быстроразъёмного соединения и эту часть закручиваете в футурку радиатора. Дальше уже к клапану прикручиваете систему. Хорошо звучит? Да, к клапану прикручиваете систему. Обычно к системе клапан. При финальном монтаже достаточно просто плотно затянуть накидную гайку. Если вы соблюли соосность, если у вас 45 градусов не соосность и если у вас между конусами американки не стоит отвертка, значит вы затянете и всё у вас будет хорошо. Как отвертка? Не обязательно отвертка. Может быть ключ гаечный или какой-то камешек или мусор какой-то попал. И вот здесь наступает самое интересное. Если мы берём обычное соединение, где есть уплотнительное колечко, я установил, закрутил и в большинстве случаев я могу сильно от руки закрутить и всё. И это не потечёт, потому что герметизируется с помощью этого уплотнительного колечка. Я возьму обычную американку. Вот эту вот. Конечно, для того, чтобы закручивать радиаторный футерок есть специальный пластиковый ключ либо ключ с пластиковыми накладками. Сейчас покажу. Вот такой вот. Вот ключ. Вот пластиковые накладки. Для того, чтобы не было повреждений на этих лакокрасочных покрытиях. Но я не преследую цели сохранить здесь эстетичность. Поэтому я кручу в нагляк обычными ключами. Как обычными. Такие есть. Теперь я возьму опрессовщик. Закручиваю опрессовщик. Смотрите, что я делал. Я просто взял это быстроразъёмное соединение. Закрутил от руки до упора. Со всей силы закрутил и всё. Сейчас я это подожму маленько. Накачиваю давлением. Десятка. 10 бар. 10. 40. Ну 54 бара. Больше не буду качать. 54. Видите, вот это соединение от руки закрученное со всей силы. Оно держит. Оно держит, потому что здесь уплотнением является уплотнительное колечко. Но когда я монтирую эти американки, я всё равно немножечко подкручиваю ключом. Ну чуть-чуть подтянул для уверенности. Сейчас она у меня крутится вместе со шлангом. Это неудобно. Но в целом подкрутил чуть-чуть. Один там пару градусов и всё. Так вот с этими так не прокатит. Почему не прокатит? Потому что здесь конус-конус. И вот на нижнем, на вот таком соединении, на американке, ты привыкаешь крутить по чуть-чуть. То есть я привык крутить по немножечку. Раз немножко и всё. Это герметично. А здесь наверху. Когда ты крутишь с таким же усилием, то возникает вопрос. А не сломается ли оно, если я сделаю ещё сильнее? Если закручу ещё сильнее? Так вот просто не бойтесь крутить. С одной стороны кажется, с какой силой ты тянуть? Можно было бы сказать, да тяни со всей силы. Нет. Так не пойдёт. Почему так не пойдёт? Потому что когда я был маленький, я был с одним человечком в гараже. Автомобиль Волга 3110. И он менял заднее колесо. Нет, не колесо. Короче, колесо было снято. А в этой Волге как крепится колесо? Там не болтами оно прикручивается, а торчат шпильки с барабана. Я говорю, с какой силой затягивать? А он видит, я малой, говорит, тяни со всей силы. Ну я со всей силы затянул и свернул 2 шпильки. Пришлось, естественно, там был уже головняк с этими шпильками. Поэтому со всей дури тянуть не надо. У компании Danfoss есть в инструкции указание, что для клапана 15 мм, 1,2. Усилие должно быть 60 ньютонов. Для клапана 3,25 усилие должно быть 80 ньютонов. Для клапана 1 дюйм усилие должно быть 100 ньютонов. Четыре клапана сюда я смонтировал для того, чтобы все четыре показать с каким моментом они закручиваются и показать, что тут нет течи. Конечно же не нужно здесь только клапанов на один радиатор. Достаточно одного. Смотрите, это у нас 3,25. Закручивается эта гайка с моментом 80 ньютонов. Сейчас я закручу ключом, как обычно я закручиваю американку и попробую передать ощущения. На словах только. Когда вы затягиваете гайку, естественно нужно держать двумя ключами. Чтобы не радиатор болтался вот так, а чтобы вы работали именно с клапаном. Вот. Хоп. Двумя ключами держите. Клапан держите и гайку клапана крутите. Чтобы ничего никуда не свернулось. Вот она свободно крутится. Это я закрутил от руки для того, чтобы просто прижал. И потом ключом вот так делаю. Хоп. И готово. Сейчас я посмотрю сколько это в ньютонах. Это всего 30 ньютонов я закрутил. А для того, чтобы зажать клапан Danfoss, чтобы соблюсти правила монтажа нужно сделать с усилием 80 ньютонов. Поэтому я сейчас попробую сделать это ключом. Хоп. Поджал. Сейчас посмотрю при 80 повернется ли. Я зажал очень сильно на самом деле. Так повернулась. Вот на 55 повернулась. То есть я с большим усилием сделал, но это еще всего 50 ньютонов. Попробую сделать ключом еще больше усилия. Посмотрю. Как это будет? Каково это? Ключ 250 миллиметров. Держу 300 ключом, закручиваю 250. Я уже применил практически всю свою силу. Рычаг короткий, поэтому тяжело крутить. Еще повернулась 65 ньютонов. Попробую еще. Это уже 80 практически. В общем трехчетвертную ключом 250 миллиметров я кручу по большому счету со всей силы и не боюсь сломать гайку. Держу и затягиваю. Хоп. Оно такое не то чтобы хруст, а такое тык-тык-тык. Как бы чувствуется, что затянулось уже до конца. Ну не до конца, а вот как бы со скрипом. Все дальше не тянется. Давайте теперь я затяну внизу также клапан. И проверим крутящий момент. Хоп. Все. Дальше не тянется. Смотрим на момент. Для три четверти получается, что максимальное усилие, которое я могу создать это будет то самое усилие, с помощью которого затягивается клапан три четверти. Сейчас закрутим клапан 1,2 дюйма. Я на самом деле уже много клапанов Danfoss перемонтировал, поэтому я уже примерно знаю какое усилие, что нужно закручивать достаточно плотно. Сейчас я взял обычный разводной ключ. Попробую затянуть рычаг. Хоп. Я затянул практически со всей силы. Дальше уже просто больно держать ключ в руке. Сейчас посмотрю повернется или нет при 60 ньютонов. Нет все. 60 ньютонов. Нижний закручивает так же. Вот он болтается. Беру и подтягиваю на 60 ньютонов. Закручивается она вот с таким усилием 80 ньютонов и 1,2 60 ньютонов. Но сейчас мне осталось это дело опрессовать. А после опрессовки я попробую, я наверное этот не осилю сломать. Динамометрический ключ сможет выдержать только, то есть он рассчитан только на 100 ньютонов. Я попробую 100 ньютонов дать сюда. Не сломается ли гайка. А после я возьму 2 больших ключа и попробую в нагляк закрутить эти гайки со всей силы. Настолько у меня хватит. И посмотрим сломается она или нет. А потом тоже самое сделаю с обычной американкой. Закручиваю сюда. Накачиваю давление. 10 бар. Сейчас я дальше. 20 бар. 40 бар. Полтинник. Капать здесь это не считается. Мы проверяем вот эти соединения. Вот это. А здесь вырвало на 50 барах прокладку. Ее нужно будет сейчас поменять. А вырвало ее потому что здесь должно стоять уплотнительное колечко. А я поставил плоскую прокладку. Ну собственно логично. По большому счету я показал что 50 бар держит. А 50 бар давления в системе не бывает. Кстати 50 бар выдержал на всех 4 клапанах. 2 клапана 1,2 и 2 клапана 3,25 дюйма. Которые были закручены с определенным усилием. На самом деле усилия с которым требуется закручивать 60 и 80 ньютонов это то усилие при котором 100% не потечет. Но на практике требуется несколько меньше усилий как правило для того чтобы затянуть и не текло. Все очень просто. Возьмите ключ и затяните посильнее. Я сейчас возьму мощный ключ Риджит накидной и вот эта вот симка 300 мм. Этими двумя большими ключами я попробую приложить максимальное усилие и посмотрю хватит ли мне сил чтобы клапан или гайку сломать. Потому что вот здесь на 3,25 я крутил практически со всей силы ключом 250 мм. То есть максимальное усилие которое я мог создать. Сейчас пробую здесь. Держать на клапан. Я прилагаю максимальное усилие. Он просто больше не тянется. Просто вот реально 1,2 дальше сил нету крутить. Не повернуть. Кран закручен наглухо. И гайка не сломалась при условии что здесь есть зубы, ребра. Здесь гладкая поверхность а здесь есть орибление из-за которого по которому потенциально могу треснуть. Ничего не треснуло. Попробую раскрутить обратно его. Еще и раскрутить его теперь попробую. Раскрутил. С резьбой все хорошо. Здесь конус чистый. Ну он просто остался. Вот эта вот чернота немножко. Потому что когда скользило, когда с усиленной кручилось. Но в том плане, что ни царапин, ничего такого. Все идеально. А теперь я попробую вот сюда приложить тоже максимальное усилие. Так что же крутится. Она продолжает крутиться. В общем смотрите. Она выгнулась. Вот здесь вот стало больше. Здесь стало меньше. То есть она стала гайка вот такая вот. Расплющиваю ее. Потому что здесь сжимается ключом. В общем с конусом здесь все в порядке. А гайка стала не круглой. Она сжата вот с этой стороны. Здесь она больше. Ну и с этим попробую сделать тоже самое еще разок. У меня просто не хватает сил ее сломать. Здесь даже вот немножко смялись грани. Потому что... Пробую раскрутить ее обратно. Смотрите. Гайка осталась круглая. С конусом также все в порядке. С конусом понятно. Видите насколько он тут толще, мощнее чем конус такой обычной американки. Здесь не нужно большого усилия. Потому что здесь нет столько металла. Здесь достаточно вы видели от руки закрутить. Немножко потянуть ключом. А здесь нужно просто затянуть сильно. Но только это имеет срок службы. Прокладка EPDM. А здесь бесконечно это может работать пока живет латунь. Вот и все. К сожалению, когда я показывал, что я закручивал со всей силы клапан, я не показал, не попал в кадр. Длина ключа. Смотрите. Ключ 250 мм. И второй ключ это 300 мм. Ключ rigid. Вот рычаг чтобы вы понимали. Конечно же если бы я взял рычаг какой-нибудь двухметровый, то скорее всего гайку сломал бы. Но задача стояла с помощью этих ключей максимальным усилием. То есть весь мой вес и вся моя сила не дали результата для того чтобы сломать гайку. Сейчас я обратно этот клапан установлю на радиатор. И дам давление там 10, 20, 30, до 50 бар. Я думаю можно накачать. Посмотреть что с ним будет. Потому что конус остался в порядке. И гайка откручивается и закручивается. Ну на хвостовике, а на американке. Быстро разъемное соединение. Накачиваю. Вот давление сейчас 20 бар. Сейчас буду качать дальше. 30 40 бар. С этим клапаном все в порядке. Он не течет. Сейчас в системе стоит 50 бар давления. Вот шланг. Шланг, 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 шланг. Вот он. Хоп. И здесь у нас полтишочек. Раз, два, три, четыре. Ни одной капельки. Короткое заключение. Во-первых, соединение латунь с латунью не имеет срока службы. Т.е. вы поставили и забыли на весь срок службы вашего клапана или вашего радиатора. Если вам потребуется со временем снять радиатор, например, для промывки спустя годы эксплуатации, то если у вас будет обычное быстроразъемное соединение американка, то EPDM колечко, то есть уплотнительное колечко, скорее всего потребуется заменить. Если оно есть в наличии, хорошо, но вероятнее придется его где-то искать. А здесь, когда у вас используется латунь-латунь, то нет проблем. Вы разобрали и собрали это дело обратно. Ну и еще одна особенность это несоосность. Если у вас немножко стык будет несоосным там, но до 3 градусов отклонение допускается, то вы соединение закрутите, тянете и у вас будет герметично. Если же у вас будет несоосность там, где есть уплотнительное колечко, то колечко при закручивании может выдавить. Я такие случаи встречал. Надеюсь это видео для вас было полезным. На этом все. С вами был Артем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok